Это не просто элемент творчества, которым организаторы решили разбавить мероприятие. Совместным флешмобом, в котором участвовали и дети, и родители, была подчеркнута основная идея встречи. Взрослый должен стать своему ребенку в первую очередь другом, а чтобы разобрать типичные ошибки при общении, лучше примерить их на самого себя. В этом сундуке скрыто то, что мы делаем с нашими детьми. Это упражнение явно показывает, как порой родители связывают своего ребенка. Под видом воспитания на первый план чаще выходят обычные запреты. Не смотри лишнее, не груби, приходи домой вовремя. За этим мы забываем, что сами когда-то были подростками. Это очень здорово, почувствовать себя детьми, взрослым людям почувствовать себя детьми, и поставить себя на место детей, наверное, иногда это очень полезно. На мероприятии присутствовал и приглашенный спикер, кандидат педагогических наук Нонна Кислинская. Важная рекомендация – понять мотивацию детей, а для каждого она своя. Для демонстративного подростка это внимание и общение со сверстниками, для более спокойного сохранения внутреннего комфорта и границ. Нельзя грубо вмешиваться во внутренний мир ребенка, не лезть со своими расспросами, создать вот эти доверительные отношения, благоприятную ситуацию, когда ребенок вам может открыться. Организаторы говорили о цикле мероприятий, где это уже третье по счету. Отрадно, что при дефиците времени такой формат находит отклик у родителей. Они активны, они делятся своим опытом, они предлагают, даже стали предлагать свои какие-то методы, которые помогли им когда-то в жизни. Я воспринимаю дочь вообще как на равных. Мы с ней не как мама с дочкой, а именно как подруги. Поэтому я делюсь своими проблемами. Понятно, не все переживания ей говорю, но то, что хотелось бы, чтобы она понимала, что я ей доверяю. И в ответ получаю то же самое. Один из вопросов, который был затронут на встрече – влияние интернета и телевидения на ребенка. Не секрет, что большую часть свободного времени подростки проводят с гаджетами в руках. Час-два. Много. От двух до четырех часов. Если говорить про развлекательный контент на просторах интернета и телевидения, то на него у ребенка в день, с его же слов, уходит около трех часов. То есть в месяц по средним подсчетам это получается 90 часов. За это время можно прочитать вот такую по объему книжку, помочь своим родителям несколько раз погулять с друзьями и подтянуть учебу, если это нужно. Каждый сам принимает решение, на что ему потратить свое свободное время. Запрет на использование гаджетов родители применяют как средство наказания. Но, как утверждают психологи, во всех вопросах важно ненавязчиво направлять ребенка из позиции друга. Где-то поддержать, а порой просто выслушать. Елена Федорова, Егор Хлябич, Ольга Садовская, Видное ТВ.